Всем привет! Интересный многолетник для сада. Называется эрегерон махровый. Растение чрезвычайно морозостойкое. На одном месте может расти долгие годы. Быстро наращивает свои кусты. У нас на участке он в двух расцветках. Нежно-розово-сиреневый и вот такой фиалково-синий. Но идет искажение цвета сейчас немножко в сиреневую сторону. А вообще он смотрится синим. Замечательное растение. Быстро наращивает кусты. Долго цветет в течение месяца. В середине лета у него цветения. Легко рассаживается. Легко переносит пересадку. Самое главное, что у него длительное цветение. Очень нравится мне это растение. Жаль, что камера не передает цвета. Такие пушистые махровые цветочки. Этот куст высотой 90 сантиметров. Бывает до метра высотой. Сейчас подойду еще к одному кусту. По-моему, нежно-сиренево-розовый сорт. Называется июльская роза. Замечательное растение. Выше отдельных пионовых кустов. Регерон. Посмотрите, какой красивый, нежно-сиреневый оттенок у этого махрового эрегерона. Крупным планом цветы. На участке смотрятся таким ярким пятном. Кусты высокие, объемные. Они стоят на тонких опорах у нас. Можно поставить опоры потолще от пионовых кустов. На солнце, на сильном, на длительном, в жару, цветы выгорают. В прохладную погоду цветение очень длительное. Мне кажется, в течение месяца. Цветут в середине лета. Отличные растения для сада. Растут, по-моему, на любой земле. Аромат имеется, но вокруг кустов не распространяется. Единственное, что мне никогда не встречались белые сорта. Я даже не знаю, есть ли они, существуют ли. Есть эрегероны с простыми цветами. Немахровыми. Вот их семена часто бывают в продаже. Вот такие махровые сорта нужно искать, кто продает, когда делит кусты. Взрослые растения, когда куст большой, объемный, смотрятся вообще очень привлекательно. Это молодой куст. Эрегерон синий. Махровые, вернее, полумахровые цветы этого растения никогда не переходят в простую форму. Они всегда остаются такими многолепестковыми. Для дачи просто замечательный многолетник. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok